Всем привет, друзья! На связи Арбат Холмс и у нас для вас просто шикарная новость, потому что с 13 по 15 октября Арбат Холмс во главе с Асым Баштуком будут находиться в Москве и проводить индивидуальные встречи. Мы обсудим такие вопросы, как приобрести недвижимость в Турции, как сдавать ее в аренду, как получить вид на жительство и как стать инвестором для Турции. Эти вопросы и многие другие мы обсудим на индивидуальных встречах, поэтому просьба обращаться к этому номеру телефона и записываться заранее. Привет, друзья! На связи Арбат Холмс, меня зовут Никита, и я сменил наконец-таки свои рубашечки на вот такие яркие одежды. Все потому, что у нас сегодня очень яркое интервью с ярким человеком. Это Сергей. Сергей, привет! Привет! Я посмотрел твой инстаграм. Если не посмотрели, ребята, обязательно ознакомьтесь. Я не могу до конца понять, ты художник, ты творец, ты скульптор, ты строитель. Вот расскажи, чем ты занимаешься в Мерсении? Ох, я занимался буквально всем. Когда я сюда приехал, я вообще думал, чем тут можно заниматься. Пытался мебель собирать или еще что-то. Паник. И ко мне в голову пришла хорошая идея. Нарисовать картину. Текстурную картину барельефную из штукатурки. Обычной турецкой штукатурки. В общем, мы с моей женой нарисовали одну картину. Она получилась очень удачно. Я потом нарисовал на своем балконе среднюю луну, средних размеров, метр. После чего я делал, проводил бесплатные мастер-классы для всех россиян. Они были бесплатные. Ко мне приезжали толпами люди, рисовали. После чего я решил пойти дальше и заметил на городских объектах пустые, голые, некрасивые стены. И я добился разрешения. Мне разрешили рисовать, но спонсировать меня никто не стал. Они, наверное, думали, что я буду рисовать детские картинки. А я сделал большой проект, очень огромную луну. Большую. И тем самым сейчас становлюсь все более популярной, потому что она всем нравится. Да. То, за что я вообще зацепился, почему пригласили в интервью Сергея, это вот эта огромная луна на набережной Вардемлии. Сначала я видел в Инстаграме, потом сфотографировался там мой сын. Невероятно красивая работа. О ней мы поговорим дальше. Расскажи, как давно ты в Мерсине? Я приехал сюда 25 сентября на своем мотоцикле как раз. Это была тоже дорога нелегкая. И год, уже год я здесь. Как я понял, в Мерсине ты занимаешься вот искусством, как ты уже рассказал. Расскажи, чем ты занимался до переезда сюда? Да, до переезда я занимался буквально всем. Всем, чем можно. Альпинизм. У меня есть свое оборудование. Строил дома по технологии из дерева новые. Ремонтировал телефоны. В пилинговых компаниях работал. Если сейчас перечислять все, то опухнешь это все слушать. Очень много. Но художественными работами я никакими деятельностью этой не занимался. Я даже не держал кисточку в руке, чтобы нарисовать что-то красивое. Максимум шов замазать. Расскажи вот эту историю, которая за кадром была, про ремонт твой. Опыт ремонта. Здесь ты уже отремонтировал сам свою квартиру. Да, это было ужасно. В Турции, чтобы сделать ремонт, и он был хорошим. Неважно, сколько денег ты заплатишь человеку, мастеру, неважно кому. Нужно все время контролировать их. Они не привыкли делать правильно, красиво. И они не привыкли приходить с нужными инструментами. Банально, в Турции нужных хороших инструментов мало. А если они есть, они очень дорогие, их не используют. И я каждое утро приходил, нашел сирийцев. С ними вместе таскал мешки, делал бетон, там, месил, пол, стяжку. Все целиком сносил, строил заново. И каждый день я их контролировал. И порой я не успевал углядеть, и где-то они все равно плитку докриво отрезали. Или угол неровный сделали. Но в целом у меня это удалось. Очень печально, что я разбираюсь в ремонте. И смотреть на все это мне было больно. Ну вот тогда такой вопрос. Я знаю много творческих людей, у которых большой творческий бэкграунд. Которые, переезжая, теряют вдохновение, теряют тягу к прекрасному. Как с этим вопросом у тебя, как ты находишь вдохновение? Как это придумывается вообще все? Ну, да, бывает такое, что мне порой хочется все это бросить и перестать делать. Но из-за того, что я как раз начал делать на городских стенах, ко мне приходит очень много людей. Толпами приходит, вечерами, и все мне благодарят, все руку жмут. И это дает мне мотивацию. Мотивацию продолжать, что кому-то это нравится, все-таки это оценят. И я надеюсь, в будущем это увидят другие муниципалитеты, другие мэры других городов. И я буду делать такую концепцию в каждом городе. Здесь у меня Луна, в другом городе в Мерсине будет Юпитер, Сатурн и прочие. Расскажи весь путь самой знаменитой, пока что, пока что самой знаменитой работы, от идеи до ее реализации, все-таки это набережная, вот эти договоренности с администрацией, в общем, весь путь ее. Ну, с самого начала вообще, как оно тут получилось. В общем, мы были дома со своей женой, не знали, чем заняться. Она решила купить холст и попробовать сделать текстурную картину от штукатурки, вот которая у нас осталась после ремонта. Я сначала в это не верил, думал, да, и сам поэтому не сделал холст, а она его все-таки заказала. Мы сделали картину, она получилась офигенная, прикольная. И мы решили повторить большую картину у себя на балконе. Вся трасса Д-400, проезжая мимо, видит ее, она у меня тоже светится, такая вот луна. После чего мы гуляли по набережной, видели эти некрасивые стены. Тут очень много граффити на ней было нарисовано. Я подумал, что пора, ну вот я еще мастер-классы делал до этого, пора двигаться дальше и делать для города, чтобы все видели и все оценили, и фотографировались, и притронулись к прекрасному, можно так сказать. И я позвонил сначала одному турку, другому, третьему. Все меня кормили завтраками, но спустя неделю я вышел на директора парка, который дал мне разрешение на рисование. Первое, что я сделал, это разместил свою рекламу, что здесь будет. Сделал проект, 3D-визуализацию, расклеил по всем стенам, что здесь примерно будет. Но луны там не было. И мы с командой моей, я нашел еще человека через группу, кто мастер-классы со мной посещал, делал. И начал делать эту луну очень долго, месяц с чем-то ушло на все это. Здесь очень много электроники, все съемное, все ремонтируемое. Тут продумано все, даже слив воды, есть водосток. В общем, эту работу мы долбили, грызли чуть ли не зубами. Этот бетон мы выгрызали весь этот диаметр, наверное, недели две. Только потом начинали все это делать. И тут вот сейчас Юрий Дудь выскакивает и такой, а сколько было потрачено на эту картину? Потому что это действительно большая работа. Да, это работа большая. Здесь есть лак, разные дорогие краски, фонари, лампы, диодные ленты, музыкальная плата, датчики движения, датчик таймера сна. Это очень умная инсталляция. Тут могут дзынь, 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 дзынь выскакивать. Да, она программирует. И, в общем, ты потратил? Я потратил 45 тысяч турецких лир, но это с учетом не только этой картины, а подвода к ней электрики, кобелей, всех красок, которые здесь были. 45 тысяч турецких лир, да, своих. Мне, к сожалению, никто в город не приходил, руку не жал, не говорил, давайте мы тебе поможем чем-то. Но ничего страшного, я не расстраиваюсь, потому что я это делаю, в первую очередь, для себя. Мне самому это интересно, нравится, и это лучше, чем я бы дома сидел. Я очень надеюсь, что среди наших зрителей у кого-то просыпается чувство к прекрасному. Если вы хотите помочь Сергею творить, делать прекрасные работы в Ардемлии, в Мерсине, может быть, в вашем СИТе, можно же такое, наверное, реализовать? Да, да. То все ссылочки мы оставим обязательно в описании. Пишите, звоните. Можно помочь как руками, так и каким-то финансовым, каким-то материалом. Даже краски, если остались после ремонта, вот мне многие люди их, не многие, но отдают. Все материалы вот сюда, запомнили, не на мусорку, а вот Сергею, давайте, он найдет, что с ним сделать. Да. Тогда любителям искусства домашнего, да, понимаешь, что набережная это одно, а могут ли к тебе люди обратиться, вот, не знаю, я захотел такую же луну, но только у себя дома. Такое можно реализовать? Да, конечно, я также делаю картины в мастерской у моих друзей, у турков, делаю большие картины, которые съемные, то есть мне не придется приходить и там портить стену, штробить ее. Я делаю картину уже с внутренней подсветкой, всеми электронными компонентами, и да, я продаю людям эту картину, если они найдутся. Но сейчас, конечно, у меня мало времени, у меня сейчас очень много работы, я делаю большую картину для конкурса в Мерсине. Сейчас есть конкурс, проходит в Мерсине искусств. Работу надо сдать до 12 октября. И сейчас я вовсю делаю их турецкую джамиль, на турецком, если это то, это мечеть, вот, мечеть делаю. Да, я также выполняю заказы, планирую их позже, когда я закончу эту работу. А вот тогда расскажи, ты уже год в Мерсине и много чем ты здесь занимался, как тебе вообще жизнь в Мерсине? Когда я сюда приехал, мне все понравилось, цены были прекрасные. Все мы помним эти цены. Да, я не отказывал себе ни в чем. Мой холодильник, морозильник был весь в мороженом там во всем просто. Хорошо, мне все понравилось, люди здесь отзывчивые, доброжелательные. Возможно, я таких нахожу и я им приятен. Но до сих пор, то есть, я заметил разницу, что здесь помогают, помогают безвозмездно и не ждут от тебя чего-то в ответ. На данный момент, ну, я как приехал, купил квартиру еще и сделал в нем ремонт, турецкий ремонт. Это очень трудно, так как я разбираюсь в ремонте. Я каждое утро приходил и работал вместе со своими сирийцами. Я сирийцев нанял, потому что денег было не так много. Уф, это было тяжело, но я его сделал за два месяца, целиком ремонт. И дальше не знал, чем заняться, пытался там мебель собирать или еще что-то. Но в группах вот такие, как AirDemly группа в Телеграме, они не позволяли мне, говорили, платить доллары за рекламу и так далее. И я вот пришел к искусству. Ну, в общем, друзья, если вы хотите прикоснуться к прекрасному, хотите помочь отличным людям реализовать невероятные проекты, мы ссылочки все оставим в описании. Жалко, что хронометраж наш не позволяет беседовать тут еще больше, больше, больше. Тут у тебя куча увлечений. Я думаю, мы растянули бы на несколько часов. Но теперь я надеюсь, что мы увидим твои работы не только в Мерсине, но и в других городах. Ну и, конечно, пожелаем удачи в конкурсе искусств в Мерсине. Друзья, ну а с вами был Арбат Холм. Сегодня мы говорили про искусство в Мерсине. Ссылочки все мы оставим в описании. И Арбат Холм, живите у моря! Субтитры создавал DimaTorzok